Михаил, у тебя сильно собачка тяхает? Извините, она за дверью, ее уже никуда не денешь, только если ее убить, но убить я ее не могу, так как я ее люблю. Ее надо, чтобы это потише звук был, сейчас будет тявкать и перебивать, иногда не слышно ничего. Будет слышно, не переживайте. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный Утешитель, Дух Истины, везде сущий и все наполняющий, источник благ и податель жизни. И приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святой посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как на небе, хлеб наш насущный, дай нам на этот день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и силы, и слава во веки. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Нет нам никакого оправдания. И молитву эту мы грешной и Тебе, Владыка, приносим. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас. Ибо на Тебя мы уповаем. Не прогневайся на нас и не вспомни беззаконий наших. Но обрати на нас зор Твой ныне, ибо Ты, милосердь. И избавь нас от врагов наших, ибо Ты, Бог наш, и мы, люди Твои. Тема дела рук Твоих и имя Твое призываем. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Милосердие, дверь открой нам, благословенная Благородица. Надеюсь на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, ибо Ты спасение рода христианского. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Божий вечный и Царь всякого создания, сподобивший меня дожить до этого часа, прости мне грехи, которые я совершил в этот день делом, словом, опомышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой нечистоты плотской и духовной. И дай мне, Господи, эту ночь провести в мире, чтобы восстав от сна и во все дни жизни мои делал угодное при святому имени Твоему. И побеждал нападающих на меня врагов плотских и бесплотных. И избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и вожделений лукавых. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Вседержитель Слова Отче Иисус Христос, Ты сам совершен, и по великому милосердию Твоему никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда пребывай во мне. Иисус, добрый пастырь Твоих овец, не предай меня нападению змея и не оставь меня на воле сатаны, ибо есть во мне семя погибели. Ты, Господи Божий поклоняемый, Царь Святой Иисус Христос, сохрани меня во время сна немеркнущим светом, святым Твоим Духом, которым Ты осветил Твоих учеников. Даруй, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу, любовью Креста Твоего, сердце, чистотую Слова Твоего, тело мое Твоим страданием бесстрастным, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня в надлежащее время на словословие Тебе, ибо Ты препрославлен с обезначальным Твоим Отцом и Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи Царь Небесный, утешитель Духа Истины, умилосердись и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойно мой прости все грехи, которыми я согрешил сегодня пред Тобою, как человек, и даже не как человек, но и хуже скота, вольный и невольный, ведомый и неведомый, заделанный по юности и по злому навуку, по вспыльчивости и беспечности, если я именем Твоим клялся, или похулил его в помышлении моем, или кого укорил, или оклеветал кого во гневе моем, или опечалил, или о чем прогневался, или солгал, или не вовремя спал, или нищий пришел ко мне, а я презрел его, или брата моего опечалил, или ссорился, или кого осудил, или расхвастался, или возгорделся, или разгневался, или когда стоял на молитве, ум мой увлек все лукавство мира сего, или о чем развратном помыслил, или объелся, или опился, или без ума смеялся, или помыслил лукавое, или увидел чью-либо красоту, уязвился ее в сердце моем, или сказал что-то непристойное, или посмеялся над грехом брата моего, так как моим согрешением нет числа, или не родил о молитве, или иное, что садил зло, и не помню все это, и больше этого садил, помилуй меня, творец мой, владыка, беспечного и недостойного раба твоего, и отпусти мне грехи, и прости меня, ибо ты благ, и человека любив, да с миром лягу, усну и почию, я блудный, грешный и окаянный, и поклонюсь, и воспою и прославлю причесное имя Твое с Отцом, единородным Его Сыном, ныне и всегда, и во веки. Аминь. Благого Царя, благая Матерь Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами направь меня на добрые дела, чтобы мне остальное время жизни моей непорочно прожить, и с Твоей помощью рай обрести, Богородица, Дева, единая, чистая и благословенная. Ангел Христов, Хранитель мой святой, и покровитель души и тела моего, прости мне все, в чем я согрешил в сегодняшний день, и от всякого коварства вражьего избавь меня, чтобы мне никаким грехом не прогнилась Бога моего. Но молись за меня, грешного и недостойного раба, чтобы явить меня достойным благости и милости Всесвятой Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Упование, мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святой, Троица Святая, слава Тебе, достойно есть воистину прославлять Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную, и Матерь Господа нашего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего Христа и сохрани меня от всякого зла. Наслабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, соделанные словом и делом сознательно и поневедением, днем и ночью, в уме и мысли. Все нам прости, ибо Ты благ и человека любец. В руки Твои, Господи Иисусе Христе Божий мой, предаю Дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй и жизнь вечную даруй мне. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе. Хвала Тебе, наш милосердный Бог Иегова, Абва Отче, услышь молитву нашу. Помилуй и прости меня грешного. Тайна и явная в уме и в помышлении, в одни и ночи, во все дни жизни. Великие и малые грехи мои, прости. И соблазны, которые я подал имя, где я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении и славы Тебе. Это помощь Духа Твоего Святого. И молитвы святых Твоих хвала Тебе. Аллилуйя. Свят, свят, свят Господь Самоов. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава в Вышних Богу и на земле мир. В человеках благоволение. Аллилуйя. Господи, я благодарю Тебя, Боже, за тот день, в который Ты мне даровал веру в Тебя. Страх пред Тобой и ожидание суда Твоего, Боже. Я благодарю Тебя за тот день, в который Ты мне дал Твою Святую Библию и указал на толкование святых отцов. И канунной церкви как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя по крой амоформ любви Твоей. В скорбях, в печалях, в тесных обстоятельствах Ты помогала от позора, поношения, посрамления, отступничества и измены спасала. Бола Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии, за род человеческий. Дивная заступница наша, Деву Мария, благодарим Тебя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, я благодарю Тебя, что столько лет Ты защищаешь меня. От невидимых злобных духов и опасностей, которые могли погубить сразу, без покаяния не отпусти их жизни. И в транспорте, и всюду Ты хранишь меня, ангел мой. Благодарю Тебя. И в смертный час не покинь, когда душа моя будет разлучаться от тела, и проведи ее по мотарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономными. Довольствуйся маму, видеть и помогать нуждающимся. И искать прежде всего Царство Божие и правды Его. И не бояться начальствующих и правителей грозных. Не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обречать и устоять в верности Богу. Господи, услышь наши молитвы. И тех, кто молится о нас. Косни сердец патриархов, митрополитов, епископов, священников и диаконов, всех, кто является служителями Твоими. Господи Божий наш, святитель Христов, Никола Мерликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь. Моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за святителя Господня Никола, ускорый помощник в деле. Благодарим Тебя, как ты слышишь молитвы о людях и животных. Господи Божий наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный. Спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Святые пророки Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуила, Арон, Иов, Авель, Ноя, Иосиф, Патриархи Авраам, Исаак, Яков, Ездра, Ниеме, Амос, Наум, Иса, Иеремия, Варуха, Иезекииль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захарий, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и Отроки, пророк Михей. Молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию, за дивных пророков Твоих, которые движимы Духом Святым, и зарекли, записали, и сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим, Святым, Церковь Твою, дабы в день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы мы вышли навстречу к Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными и лея добрых дел, садялое в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолы Божьи предстоящие молития Бога о нас. Святые Всехвальные Апостолы, Первоверховные Петр и Павел, Святые Евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас, Господи. Увегчи сердца правителей мира, всели в них страх Твой, чтобы они не творили беззаконий, да продлится еще мир на земле. Господи, дай нам еще священника, рожденного свыше, благовестника, и место для занятий. Определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарф, Смирский, Юстин Философ, Власий Харлампий, Кайсмай, Дмянов, Нарис Тридзилат, Иерный мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфильник и Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон и 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши, Слове Твоем. И малые дети, чтобы верили искренне в Тебя, В гонениях и в искушениях не допусти до принятия Антихристовых начертаний, Чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоустав, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Равнишский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Антобольский, Анкровштадтский, Иоанн Шархайский, Кирилл и Мефодий, Митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, Филарет Московский, Герасим Павский, Феофилат Болгарский, Иераним Стридонский и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии. Святые жены и девы Фекла Первомучинцев, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Материк Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроника Юния, Киприяна и Юстина и все святые. Молите Бога о нас, даруй Господи послушание, молчание, целомудрие и стыдливость всем женам и девам и сохрани их от поруганий и нападений недобрых людей. Хвала Тебе, слава, в честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господи милосердный, благослови народ Твоеврейский, чтобы приняли Тебя, Иисусу Христу, как истинного Мессию Спасителя. Господи, молим Тебя за всех человеком Божиим. Даруй веру евангельскую, даруй покаяния, чтобы изменили жизнь свою, даруй страх пред Тобой, обрати, Господи, даруй рождение свыше, истинное крещение и возительство Духом Твоим, Святым. Боже, дар мир Израилю, России, Украине, везде, где смуты и мятежи. Прославляем Тебя, Владыка, за все суды правды Твоей, на всю волю Твоя, Святая Божия наша. Слава Тебя, Господи. Мы благодарим Тебя за милость Твою неизреченную, за долготерпение человеколюбия, за жертву Голгофскую, за кровь пролитую на кресте, за воскресение Твое, Святой Господи, за то, что Ты избрал нас, Божий, за то, что Ты нам все открыл, все даровал для нашего спасения. Ты наш великий Спаситель, Тебе слава, великий наш Господь Иисус Христос. Хвала Тебе. Аллилуйя. Господи, прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернего благоухания, приятного пред престолом благодати Твоей, Господи. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих, молящихся Тебя на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного и Иисуса Христа за нас, грешных, услышь нашу молитву, Господи. А всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. Я молю Тебя, Владыка, о незаповедавших, обрати ее, Господи. На все и всегда только Твоя святая воля, да будет Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушаю ты, да слышат рабы Твои, голос Твой. Аминь. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Три, пять, верно? Послание к Титу, святого апостола Павла, глава третья, пятый стих. Да. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банью возрождения и обновления святым духом. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Он спас нас не по делам, которые мы сделали, иначе сказать. Мы и дел достойных оправдания не сделали, и не спаслись ими, а все сделала благодать его. Титу 3.6, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Толкование. Увы, мы так были погружены в зле, что не могли уже очиститься, но имели нужду в возрождении, ибо это означает возрождение и обновление, второе рождение и новое образование. Как под совершенно ветхий дом мы не подставляем подпор, но, разрушив до основания, строим его вновь, так и Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Каким образом? Святым Духом. Чтобы ты не доискивался каким-то образом, Он говорит, Дух все исправил. Откуда это видно? Не только воссоздал через Него, но и щедро наградил им, чтобы и это было видно через Него. И справедливо. После того, как очистил, Он обильно исполнил нас и Духом. Это и означает излил. Ибо в нечистых не входит чистое. А это совершилось через Иисуса. Он посредник и податель всех благ. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Священное Писание говорит о том, что в лице согрешившего Адама все человечество мертво. И если при творении человека душа его по своей природе была христианкой, то у современного человека она язычница, умершая во грехах и дурных наклонностях. И Сын Божий, придя на землю, искупил нас и от смерти, и из ада. Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Грубейшая и смертельная ошибка, которую совершают почти все священнослужители православной церкви, состоит в том, что они пытаются «ремонтировать» этого мертвеца, поправлять его через частую исповедь и причащение. Они учат, что человек согрешил, он окаянный грешник. Как свинья лежит в колу, так и я служу греху. А священники, как духовные врачи, якобы имеют власть лечить эту свинью и сделать ее ангелом. Библия же учит, что все мы до встречи со Христом, до личного уверования в Него, до личного принятия Его в свое сердце, как Спасителя, полностью и навсегда погибшие мертвецы. Лука 15, 24. Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Поэтому главная, центральная проповедь у священников должна быть о рождении свыше, и они должны на каждой проповеди повторять эти слова. Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Священники должны полностью переучиться и со лжеправославия перейти в истинное христианство. Кавычки открываются. Уста Христовы словом воскрешали мертвых, дочь Иаирову, сына вдовицы четверодневного Лазаря, которые были мертвы телом. Проповедующие же Слово Божие и учащие покаянию воскрешают души, умершие грехами. Святой Григорий двоислов рассуждает об этом так. Проповедь Слова Божия действует с большей силой, чем молитва. Ибо большее чудо обратить грешного на путь покаяния словом учения, чем воскресить мертвого. При воскрешении мертвеца восстает плоть, которая снова умирает, а в воскресении грешника восстает душа и живет вечно. Если хочешь убедиться на деле, что сказано истинно, смотри. Воскресил Бог Лазаря телесно. А что творил Лазарь по воскресении своем, Писание об этом умолчало. Воскресил Бог душу в Павле, и что сотворила душа Павла? Своим учением он пробудил многие силы. Святитель Дмитрий Ростовский. Послание к Титу, святого апостола Павла, глава 3, 7 стих. Чтобы, оправдавшись его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Толкование блаженного феофилакта болгарского. Опять благодатью, а не по заслугам. Это научает смиренно мудрию. Ибо не сами мы совершили что-нибудь. И обнадеживает относительно будущего. Если совершенно потерянных он спас благодатью, тем более даст будущее оправданным. Что бы, говорит, мы были наследниками вечной жизни, как на это и надеемся. Или мы уже и наследники, поскольку живем надеждой. Восьмой стих. Слово это верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал осен, дабы уверовавшие в Бога, старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Толкование. Так, как сказал о будущем, то присоединяет подтверждение своему слову. Ведь ясно из прошедшего, кто даровал такие блага, дарует и эти. Упомянув о неизреченной благости Божией, говорит. Хочу, чтобы ты так учил об этом, чтобы верующие научились не только смиренно мудрствовать и не обижать других, но и милость им всякую оказывать. Ибо кто, пометует о милости Божией, какой сподобился, тот и сам будет милостив, чтобы старались быть прилежными, говорит. То есть, чтобы они всегдашним делом и постоянной заботой имели то, чтобы помогать обижаемым, о вдовах, сиротах, о всех нуждающихся промышлять. Ибо это значит слова «быть прилежными к добрым делам». Не ожидать, чтобы нуждающиеся к ним приходили, а самим о них попечение иметь. Забота и покровительство в добрых делах или «сами добрые дела». Тито 3.9 «Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они и бесполезны, и суетны». Толкование. Говорит о глупых состязаниях, которые вовлекают верующих иудеи, о родословиях, которые они составляют для себя, производя свои родословия от патриархов и гордясь ими. Удаляйся вместо избегай. Ибо никак не должно, оставляя необходимые дела, тратить время на суесловие и бесплодные споры. Какая польза спорить там, где нет надежды, чтобы кто-либо пленен был во Христа? Но как же выше он заповедал заграждать уста противящимся? Когда они причиняют вред другим, тогда им должно заграждать уста. Ради же их пользы совсем не берись говорить им, ничего не успеешь, потому что они неисправимы. Титу 3.10.11 Еретика. После первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Толкование. Как же Павел в другом месте говорит, не даст ли им Бог покаяния? 2 Тимофею 2.25. Там он говорил о людях, подающих надежду на исправление. А здесь говорит о неисправимом еретике, совершенно развращенном, который осужден сам собой, то есть безответен. Ибо он не может сказать, никто не вразумил меня, никто не научил. Итак, если после увещания он упорствует в одном и том же, он сам осудил себя. Титу 3.12. Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Толкование. Зачем апостол, поручив Титу, такой большой остров опять вызывает к себе отвлекая должности? Это для его же пользы, чтобы лучше наладить его на дело, обсудив, как исполнено им вверенное ему. Никополь – город во Фракии, расположенный на Истре. Титу 3.13. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Толкование. Так называют человека опытного в законах иудейских. Таков был Зина. И Аполлос был красноречив и силен в писаниях. Им еще не были вверены церкви, чтобы ни в чем у них не было недостатка. То есть позаботься, чтобы они в изобилии имели все необходимое, именно пропитание и одежду. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Спаси всех, Христос! Занятия, братья! Аминь! Спаси Христос!